Всем привет, с вами я Штоп Платон, вы на канале Блэк Самоделки. Сегодня будет масштабная самоделка, электричка. Именно локомотив электрички вместе с самими комнатами, где, короче, переезжают все люди. Это электричка, её длина составляет 39 сантиметров и ширина 8. Она очень большая и она ездит по обычным таким рельсам компании Лего. Сейчас я это вам продемонстрирую. Ездит она без всяких проблем. У неё есть тут бортики, что довольно прикольно смотрится, как она типа поглощает рельсы и потом их выгладывает. Ну, прикольно. Тут у нас два панорамных окна. И написано, что Лего Сити едет. В конце этого нашей электрички есть фары типа Стоп. Рассмотрим крышу. На крыше у нас есть только приёмники и просто всякие заморочки. Есть у нас тут вот такой склон, чтобы было сопротивление воздуха. И я сделала так, чтобы эта крыша поднималась. Это сделано так же, как в круизном лайнере. Вот тут и тут. Вот так выглядит крыша в отрыве. Когда мы заходим в этот наш поезд, мы видим, конечно, сразу бросать в глаза его перед. Так, сейчас откроем эту крышку. Ну, стёкла. Когда мы их открываем, мы видим самого водителя. У него там какой-то, что-то там всякие клавиши. И помощника, который что-то тут контролирует с жидчаками. Сбоку два окна, чтобы всё было видно. И вот тут сделан такой вон там проход, чтобы можно было пройти в зону, где отдыхают. А вот у меня тут сделано, как едут ночью. Потому что тут все только просыпаются. Ну, когда ночь, и кто-то их замещает. Спальня, короче, их находится тут. Кровать поднимается. И там тут у меня духи какие-то, к примеру. Ну, короче, вы поняли, что если сменяют там машиниста, один ложится сюда, а другой идёт сюда. Тут такая же кровать, и у нас встал полицейский, как вы видите. И если мы поднимем кровать, там будут наручники специально, чтобы арестовать какого-нибудь нарушителя. Дверька с надписью полиция, типа, что там полиция. И потом такой отдел. Он в настоящих поездах есть, который ездит куда-то далеко. Я был, и поэтому я знаю. Тут есть такой ящичек. Он открывается. Я его могу открыть? Да, открою. Вот я его открыл. Вот я его закрыл. И, типа, заваривать чай, к примеру, там воды налить. И кипяток, чтобы разогреть что-то тоже. Вот тут имеется у нас. Потом у нас идёт одна каюта, самая дорогая. Почему она дорогая? Тут у нас есть вот такая вентиляция. Давайте вот с этой покажу. Вот она. И в этой каюте, ну, не каюте, а люксе, ну, я не знаю, как сказать, напишите в комментах. Есть один ящик, который можно открыть, но я его сейчас, наверное, опять же не открою. Ну, блин, это сложно. А хотя открыл. И там у нас, как вы видите, какие-то что-то, что-то лежит. Это я ложил специи. Так, у меня всё тут развалилось, потому что я открывала это всё. А тут у нас одно есть панорамное окно. Вот так оно выглядит сбоку. Потом есть кружка и кровать. Там проработаны ножки, но их, наверное, не видно. И она маленькая. Вот так она выглядит. Ну, там ещё спинка какая-то. Ну, вы увидели. Потом две... Такие... Ну, я буду говорить каюта, но вы напишите правильно в комментах, как говорить. Я буду говорить. Потом две вот таких люкса буду говорить, я не знаю. Тут есть, короче, у нас столик. Вот там ножка есть, вон её видно, наверное. На ней, на этом столике краб. Опять большое панорамное окно. И такая же кровать, как и в том люксе. И там тоже ножки есть, но тут только человечек проснулся. Тут так же, только чуть-чуть немножко столик другой. Ну, и человек, конечно, другой. Потом мы идём по вот этому коридору. Да, тут проработан коридор три на очень много. Тут мы идём по этому коридору и видим вот эти все входы. В коридоре проработаны окна. У меня в настоящем поезде тоже было так. Поэтому я так и сделал. И когда мы дошли, у меня в конце был тоже туалет. Туалет у нас с белой плиткой и с такой решёткой, чтобы вода стекала. Например, если вы там обрызгались или что-то там. Ну, руки, например, помыли, не капали, чтобы там потоп не образовался. К примеру. Есть водосток. Унитаз сделан в таком виде, чтобы занимало меньше места и больше кают. Потом есть вот такое отражение, чтобы не занимало места окну и не тратил много блоков. Но оно и так всё видно. И раковина по моему способу сделана. Потом, когда мы закрываем дверь, дверь у нас, видите, новая. По контуру ещё есть вот такие гладкие эти. И тут такой зарез. Ну, над этим мы и подошли к концу обзора моего чудесного, чудесной электрички, поезда. Но смотрится это, конечно, очень классно. И рекомендую всем построить такую штучку. Вы посмотрите, как это классно её катать туда-сюда. Потому что у меня мало рельс. Она поворачивать не может, из-за того, что у неё вот это, она не может поворачивать. А если даже вот эти штук не будет, я уже проверял, она не будет поворачивать. Я убил своё время. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Хочу, чтобы вот эта заставка поставила YouTube. Ну, я не знаю, может не поставить. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Подпишись и лайк поставь.